Всего существует 7 видов пластика. Нам нужно запомнить 3 самых плохих и 3 самых хороших. Сначала небольшая лекция о вторсырье и тут же практика. Место действия Тверицкий пляж, объект, заполненный пластиком и корыбка. Ее специально поставили для сбора таких отходов. Она стоит в лишь нескольких регионах нашей страны. Мы в прошлом году его поставили, тоже активистами экологического отряда. Она стоит в Нижнем Новгороде, оттуда эта идея и пошла. И мы переняли и поставили у нас здесь в прошлом году в сентябре. Черные пакеты один за другим наполняются пластиковыми бутылками. Для удобства их сминают руками и ногами. Так пластик занимает меньше места. После субботника он уйдет на переработку. Мы сохраняем, так сказать, землю нашу для потомков. То есть дело в том, что если мы этот пластик не будем перерабатывать так, как мы его перерабатываем, то он в итоге улетит в небытие, будет у нас под ногами. И, ну, скажем так, если мы сегодня не убираем мусор, то мусор завтра убьет нас. Мероприятие приурочено ко дню охраны окружающей среды. Хотя такие акции проходят регулярно, по поводу и без. Главная задача рассказать о необходимости раздельного сбора мусора. Ведь у пластика может быть вторая жизнь. На Дверицкой набережной лекцию подтвердили наглядно. Рядом с субботником прошел мастер-класс по росписи эко-сумок. Все они сделаны из старых бутылок. Дмитрий Жданюк и Константин Дмитриев. День в событиях.